49,3 грамма. Эти монгольские песчанки скоро станут космонавтами. В Институте медико-биологических проблем с ними работает бригада ученых. Подбирают самых лучших для будущей орбитальной миссии. У грызунов нет имен, только номера. Перед полетом каждую особь чипируют, вживляют под кожу крохотную микросхему. Там вся биография животного. В космос отправят самых уравновешенных. Они проходят в стадии не менее жесткого отбора, чем космонавты. Мы из Вивария получили для полета Биом-М номер один шесть групп, из которых полетит только одна. Песчанки на то и монгольские, что могут долго обходиться без воды. В космосе напоить будет некому. Спутниками хомякообразных станут лишь камеры наблюдения. Вокруг масса чуждых факторов – шумы, ограниченность пищи, отсутствие воды. Вот здесь и проявятся характеры песчанок, включая психологическую совместимость. Они живут семьями, поэтому если лабораторная мышь, лабораторные крысы позволяют саживать их в совершенно произвольном порядке, то песчанки могут существовать только в однажды сформированной группе. Последний российский биологический спутник летал в космос 15 лет назад. Тогда ученым необходимы были данные для рекомендаций космонавтам, как снизить влияние невесомости на организм и сократить период адаптации. Исследовали даже обезьян. Сейчас экипаж, конечно, мелковатый. Будет 45 мышей, будет 8 песчанок, которых вы здесь видите, 15 геконов, будут рыбы. Однако основные объекты исследования – мыши. Они впервые полетят на биологическом спутнике. На их примере можно будет понять, какие изменения происходят на генетическом уровне во время длительного полета. Для мышей 30 суток – это более длительный срок жизненного цикла, и поэтому мы можем увидеть какие-то более отдаленные последствия и увидеть, какие изменения происходят на клеточном молекулярном уровне и посмотреть, что мы можем увидеть в длительных полетах человека. Бион станет большой международной биологической лабораторией в космосе. В эксперименте участвуют и немецкие ученые. Их вклад – уникальный аквариум с полностью воссозданной экологической системой, где за время полета планируется вырастить рыб из икринок. Внутри находится много электроники, потому что мы должны следить за всеми параметрами, такими как кислород, концентрация воды, температура, циклы дня и ночи. Потому что в космосе мы должны создать такую же среду обитания, как и на Земле. На Байконуре уже готовят каюты для будущих биокосмонавтов. Животных привезут на космодром за неделю до старта. Тогда же определят основной и дублирующий экипажи. Запуск Биона в середине апреля. Мини-ковчег пробудет в космосе месяц и потом вернется с результатами на Землю.